Добрый вечер вам, дорогие друзья, зрители, слушатели! Вопрос, который мне задали, с какой-то элементом такого недоумения и даже огорчения. Почему во время Великого Поста в будние дни не совершается Божественная Геторгия? Казалось бы, вопрос-то такой, но серьезный, обоснованный, если литургия такое важное событие в жизни христианина, то чего же лишать этого христианина такого важного элемента жизни? Совершается литургия прежде освященных даров, это факт, причащать людей святыми дарами, которые были освящены накануне воскресенья, но сама литургия в течение пяти дней, по ней электронной до пятницы, не совершается. И это имеет под собой глубокий смысл. Опирается такое решение церкви, такой ход церковной жизни на прямые слова Спасителя. Не могут ли поститься сыны брачного чертога, то есть друзья жениха, когда жених с ними? Вот настанет время, пишет Спаситель, когда жених будет от них отъят, отобран, убран, и тогда будут поститься. Проводится явный контраст, противопоставление праздника вот этого брачного чертога, брака, как говорится, творения праздника, и времени поста, когда этого праздника нет. И здесь это воспринять очень легко, если вспомнить и понять, и осознать, что литургия, левхаристия – это великий праздник. Всегда праздник, всегда огромнейший праздник. Приложение тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Да, наступает время Великого Поста, не может быть праздник каждый день, у нас весь церковный год – это весь год праздника получается. А Великий Пост, простите, меняется режим жизни. Богослужебный чинь меняется. Ведь удивительное дело, и досадно, и огорчительное дело, знаменитые стихотворения Пушкина, молитвы Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жены непорочные, чтобы духом разлетать в области заочно, почитайте». Там фраза «Но больше все, ни одна меня из молитв, ни одна меня не утешает, как та, которую священник возглашает в одни печальные Великого Поста». Всех чаще мне она приходит на уста, и пасши его крепит неведомой силой. Друзья мои, сознаемся, многие из нас так за всю жизнь стихотворение-то знают и ценят, а так за всю жизнь ни разу не услышали этой молитвы, которую священник возглашает в одни печальные Великого Поста. Почему? Потому что они приходят в церковь в воскресенье, воскресная служба, служба не Великопостная, она обычная, и молитва Ефрема Сирина не читается ни в субботу, ни в воскресенье. В эти дни совершается Божественная Литургия, в эти дни нет поклонов земных и нету молитвы Ефрема Сирина. Это надо понимать, что Великий Пост, хорошо, вы начинаете с еды, вот там мясо вы перестали есть, кефир не пьете больше, молодцы. Но надо развивать вот это понимание церковного богослужебного чина, богослужебной жизни церкви, как она соединяется с Великопостной, порой Великого Поста, когда мы готовимся к встрече чего? Вот Пасхи, но перед Пасхой жених был отъят у нас, Христос был распят. Вот эта подготовка, восприятие реальности пасхальной, Голговской, точнее Голговской пасхальной, входит в состав Великого Поста, чего ни в коем случае нельзя забывать. Доброй ночи.